Дорогие друзья, братья и сестры, я вас сердечно приветствую. Благодарю Господа за то, что у нас есть еще возможность быть в доме его, иметь это общение. Сейчас, когда Саша с детьми вел урок, я сидел сзади, смотрел на центр, и почему-то вспомнилась мысль, когда лет 14-15 назад мое поколение женились. Я помню, вот Алекс начали, друзья, Руслан, Вадим, все пошли. И у нас большие свадьбы были, и на свадьбе приглашали по 400-500 людей, и молодежь всегда приглашали всю. И молодежь придет, покушает, а потом так дружно встает, и ушли, и зал пустой сидит, уже остались одни друзья и одни родственники. Я подумал, думаю, в воскресенье вечером это только друзья и родственники, а for English service это вообще близкие друзья и родственники, только остаются. Господа, есть сегодня слово, я предлагаю вам открыть вместе. Мы прочтем Евангелие от Матфея, короткий текст, и будем размышлять. 4 глава, 16 и 17 стих. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране, и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Друзья, это в кавычках слова Иисуса Христа. Repent, for the kingdom of heaven has come. Если мы выше читаем эту главу, мы вспоминаем, когда Христос вышел на служение, после того, как Он крестился, Он Духом Святым был поведен в пустыню для испытания, для искушения. Сорок дней Он был в посте, и мы помним, как дьявол подошел к Нему. И, искушая, когда, я думаю, Ему как человеку хотелось кушать, Он предложил Ему хлеб. Он сказал, преврати камни в хлеб, ты можешь это сделать. Мы знаем, что Христос сказал, не хлебом единым будет жив человек. Потом дьявол не сдается, Он берет его, ставит на крыло храма, на возвышенность. Написано, on the highest corner of the temple, right? He picks him up, ставит туда и говорит, сбросься вниз, и ангелы тебя подберут. Он говорит, не искушай Господа Бога твоего. Потом дьявол берет Христа и ставит его на высокую гору и показывает ему весь мир. Показывает ему все прелести, говорит, поклонись мне. Поклонись, а все твое. И мы знаем, что Христос говорит, отоди от меня. Знаете, интересно, что после этого Иисус возвращается, и написано, Он возвращался в силе Духа. Он Духом Святым был поведен в пустыню и возвращается оттуда в силе Духа. Друзья, наш Господь, наш Иисус Христос, тот Бог, в Которого мы верим, первая проповедь, которая прозвучала из Его уст, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Репент. Я не знаю, как у вас, но у меня такое чувство слаживается. Чем старше я становлюсь, тем быстрее время идет. Ты ни недели, ни месяца, года летят. Когда братья сказали, что у нас скоро жатва будет опять готовиться, я сижу и думаю, вот только была жатва, только у нас была эта Библия, постановка, яблоки, апельсины. Год пролетел. Лето пролетело, я его не видел. Я начал задумываться, почему, и для себя у меня какой-то есть ответ. Думаю, почему проходит так быстро время? Для меня это такое, потому что люди ждут чего-то большого в своей жизни. Вот ребенок родился, он ждет сильно свой день рождения, в два, в три года. Они ждут Рождество, им хочется получить подарки. И ты всегда чего-то ждешь большого в своей жизни. Парни растут, тебе 14-15 лет, ты думаешь, мейн, сейчас 16 лет, я смогу получить свой пермит, я сдам на права, и ты ждешь чего-то. Я помню, я на права в 16 лет сдавал. Друзья дружат, брат, сестра готовятся к свадьбе, ждут своего брака, постоянно ждут брака, женились, ждут профессия, колледж, ты ждешь graduation. Люди, которые выучили, ждут промоушен, ну вот-вот меня продвинут на работе выше. И ты постоянно чего-то ждешь, у тебя быстро время идет. Ждешь своих внуков, ждешь пенсии, когда же она будет, что я перестану работать, что я смогу расслабиться, просто enjoy your time. Ждешь. Для меня это лето, я ждал. Я ждал сильно лагерь детский, я переживал об этом, потому что Петя попросил опять участвовать в детском лагере. Знаете, с одной стороны ты думаешь, ну, может быть, ты уже уступишь место молодым, что ты туда опять поедешь, будешь там с молодежью гонять этих малышей. И как-то думал, и лето быстро прошло, я не успел оглянуться, я переживал лагерь, раз и лагерь здесь. Ну, знаете, когда мы в четверг утром собирались на Лидерское, до того, как мы проснулись, дети проснулись, мы тоже проснулись, я надеюсь, да. Мы собирались на Лидерское, и одна сестра, лидер, сказала, знаете, вчера, last night, у нас две девочки покаялись в кабинке. They repented. Одна была Риана, это была моя дочка. She accepted Christ into her heart. Покаяние. Я подумал, дочь покаялась. Я начал задумываться, что покаяние, когда я покаялся. Я начал вспоминать, мне было 13 лет, дочери 11, мне 13. Я был пацан, я вышел, покаялся, я понял, что я грешник, я понял, что мне нужен Христос, без Него я не спасусь. Друзья, интересно, что буквально после этого у меня был небольшой тест после покаяния. Буквально прошло 3-4 недели. Наверное, родители мои об этом не знают. Я сочинил историю в школе родителям, что мне после школы надо было остаться, потому что я сильно хотел остаться на чаепитии. Молодежь, наверное, вы не знаете, у нас были чаепития в школе. Это hangout place с твоим классом. То есть у нас была воскресная школа, был класс с кем-то учился, и всегда хотелось остаться, посмотреть, как же там у них. Вроде бы какая-то музыка, какие танцы, кто-то принесет с собой питье, печенье, какой-то будет вечер, да? И мне хотелось остаться. Я остался. Я сочинил историю, что мне надо остаться, там практика или что-то. И когда друзья собирались, когда поставили питье на стол, когда накрыли девчонки печенье, там торты кто-то принесли, включили музыку, и они начали свое party. У меня произошло большое осуждение внутри. У меня как будто бы такое, почему, что-то не хватает, что же не хватает, как я здесь. Мне просто проговорила во мне мысль такая, мы же забыли помолиться. А потом я понял, как бы я не в том месте, здесь не молятся. И у меня такое осуждение было сильное, что я вышел и ушел. Я ушел с того места. Друзья, что такое покаяние? Что такое покаяние? What is repent? Что проповедовал Христос? Это поворот. Если ты идешь вправо, ты разворачиваешься на 180 градусов назад, ты идешь влево. Остановка, поворот от того, что ты делал. You stop and you start going different way. Если вы когда-то ездили за рулем, и до у нас не было GPS-ов, ну не было, у нас не было навигации, мы всегда ездили по памяти. И вот братья, особенно тракисты, они поймут меня. Бывает такое, ты понадейся на память, ты думаешь, я уже знаю хорошо эту дорогу, я сейчас проеду, мне не надо включить GPS. Друзья, у меня был такой случай, когда я понадеялся на себя, и это было возле Колумбаса, и там была развилка, когда мне надо ехать на юг, на Пенсильванию, Вашингтон, в сторону Вест-Вирджинии, а на север, Кливленд, Охайо. Мне надо было ехать вниз, и я еду, и ты как-то нормально едешь, едешь, ты сошел на этот хайвей вроде бы, но ты за место юга взял север. И ты смотришь, не те знаки, не те города, не та дорога, и ты начинаешь понимать, что я не туда еду. Есть какие-то знаки в жизни, которые нас останавливают. Что надо в таком случае сделать? Я остановился. Я поднимался, включил аварийки, включил GPS, посмотрел, куда я еду. Он развернулся и поехал в другую сторону. Давайте вместе с вами прочитаем второе послание Тимофея. Павел пишет молодому Тимофею в третьей главе. Есть знаки, которые говорят человеку, когда есть, надо, ты не туда едешь. Ты должен на что-то обратить внимание, тебе надо остановиться и развернуться. Третья глава я прочитаю вам, извините, с первого по пятый стих. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись, таковых удаляйся. Друзья, если мы читаем вот этот короткий текст, и как мы сегодня говорили, Павел писал пастырю Тимофею. Знаете, когда читаю этот текст, я долгое время читал, и ты думаешь, ну хорошо, будут такие люди в последнее время, у которых будут такие качества. А если ты читаешь этот текст, что это Павел Тимофею пишет про нас с вами, да? И когда ты читаешь это еще раз медленно, то есть какие-то вещи, которые they pop out, есть что-то, на что твой взор останавливается, где ты начинаешь сравнивать себя. Смотрите, медленно, да? Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, родителям непокорны, неблагодарны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, предатели, наглые. Знаете, когда ты читаешь эти вещи, не просто так, чтобы прочитал, а ты где-то читаешь, о-оу, раз, кружочек, раз, здесь как будто бы про меня говорит. Еще раз, это тоже как будто бы про меня говорит. Есть знаки, которые говорят нам, идем ли мы в правильном направлении или нет. На другой стороне мы знаем, какие знаки должны быть, да? Какие плоды Духа Святого? Мы говорим, joy, peace, love, kindness, goodness, faithfulness, да? Gentleness, modesty, self-control. Вот эти все вещи, которые должны быть в нас, знаки, которые должны быть в нас. Если мы видим это, значит, мы на правильном пути едем и на правильном пути идем вперед. Покаяние. Христос проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Мы знаем, что до этого Иоанн Креститель проповедовал покаяние тоже. Люди всегда проповедовали покаяться. Когда мы слышим покаяться, почему-то часто у нас в нашем сознании, ну это грешник какой-то, самый последний, пьяница, блудник, наркоман, идет, кается. А как наша жизнь? В каких вещах нам надо каяться? Где нам надо видеть в себя? Когда мы последний раз молились перед Богом со слезами на глазах, сокрушаясь, говорит, Господи, я виноват в этом или я виноват в другом? Знаете, рассказывали, когда пастор призвал к покаянию, и мальчишка молодой шел по проходу и плакал, он хлюпал. Он подошел к нему, обнял его. Что такое, что случилось? То есть он говорит, я маму свою обидел, обманул маме. И многие заулыбались, ну, бигдил, ну, обманул, обманул маме. Он шел с покаянием, он шел, хотел покаяться в этом. Помните, когда Иоанн говорил, сотворите достойный плод покаяния? Друзья, покаяние – это не тогда, когда все пошли каяться, и я пошел. Почему? Ну, потому что так, как бы, все пошли, и я пошел каяться. Но когда Иоанн Креститель крестил, написано, к нему шла толпа креститься. И там же были и фарисеи, и саддукеи, которые пришли, тоже хотели креститься от Него. Почему? Ну, потому что это так вот было, это вроде бы как нормально. Все идут креститься, а почему нам не идти креститься? Это искреннее покаяние, когда Дух Святой касается твоего сердца, когда ты осознаешь, что ты грешник. Когда ты поворачиваешься, шел в одну сторону, остановился, шаг назад, посмотрел, сравнил с Словом Божиим. Ты включил этот GPS духовный. Говорит, слушай, не туда. И идешь назад. Знаете, недавно слушал свидетельство Ник Воидж, это тот парень, который без рук, без ног родился. Вы слышали, наверное, много о нем знаете. Миссионер, он говорит, мы недавно были в Украине. И говорит, такое благословенное служение было. Вышли на улицы сотни тысяч. Он номер сказал просто ошеломительный. Там или 500, или 600 тысяч людей вышли в Киеве на служение, на евангелизацию. И в конце он сказал, что около 200 тысяч людей отдали свое сердце Богу. И ты думаешь, ну, слава Богу, если 200 тысяч людей пришли к Богу. Но это не так. Не все эти люди совершили достойный плод покаяния. Ну, вышли, все пошли каяться, мы пришли на евангелизацию. Будет конференция скоро. Этот Дух Святой обличает, касается в этих вещах, где ты видишь себя, hey, I'm wrong in this, I'm wrong in that. И ты имеешь покаяние. Иоанн в Откровении к церквям пишет, хотелось выбрать три церкви, к которым он писал послания, и в которых он каждый говорил, покайтесь. И посмотреть на них вкратце, друзья. Первое мы посмотрим, это послание к Ефесской церкви, это написано в Откровении, вторая глава. Третий, четвертый и пятый. Смотрите. Он пишет, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных и испытных тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжицы. И третий стих. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не могал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вот есть в конце ответ к этому. Вот как бы звучит приговор. Бог говорит, смотри, вот это, вот это, вот это неправильно, но он говорит в конце, есть решение, покайся в этом. Он говорит, ты оставил свою первую любовь. Мы когда говорим, ну, многие из нас, ну, разное количество времени мы в Доме Божьем. Многие из нас десятками лет мы служим Господу, покаялись давно, приняли крещение. Ну, что такое первая любовь? Почему, он говорит, вы покайтесь в этом? Это не тогда, когда ты почитал Библию и поставил чекмарк, ну, все, я прочитал сегодня, right, I'm done, I could put it away, все. Это не просто, когда ты пришел в воскресенье сюда, ну, почему? Ну, потому что папа с мамой смотрят, ну, потому что я хочу увидеть этого брата, или увидеть моих друзей, или сестру увидеть какую-то. Нет, это когда ты имеешь первую любовь, когда чувство твое, ты хочешь иметь общение с Богом, ты хочешь любить, ты хочешь творить вот эти дела, которые мы сегодня слышали, не сезонный христианин, как сегодня говорили, это постоянно наполнено тобой, ты хочешь иметь общение с Богом, постоянное. Один мне близкий, знакомый человек говорил, знаешь, когда с девушкой встречались и переписывались друг к другу, писали смс-ки. Вот, и сейчас кто постарше поймут меня, раньше мы когда отсылали смс, это стоило 10 центов отослать и 2 цента получить. И у них вот, они любят друг друга, переписываются, так все пошло. И он отослал девушке Вирджинию 600 текст-месседжей в месяц, а назад получил больше 2 тысяч. Первая любовь. А потом папа ее получил, бил за телефон, и отношения закончились, потому что это was hundreds of dollars. Ты хочешь постоянно общаться с Богом, ты хочешь иметь контакт, ты проснулся, ты открыл глаза, ты хочешь сказать, Господи, я здесь, что ты хочешь, чтобы я сегодня сделал, не веди меня сегодня во искушение, помоги прожить этот день достойно, свято, чисто, ты имеешь отношение с Богом. На этой неделе разговаривал с другом своим по фейстайму, с Майкопа, он говорит, Тима, знаешь, сейчас больше и больше начинаю понимать слово вместо в Библии, где написано по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Беззаконие умножается, больше и больше, и любовь охладевает. Любовь – это не только слова, мы знаем, что любовь – это дело, это действие, что Господь доказал нам любовь делом своим. Что я делаю? Как я тружусь? Как я посещаю Дом Божий? В служении, в каком я пребываю? Быть постоянным в том служении? Он говорит, я имею против тебя, что ты оставил первую свою любовь. You're not who you are right now, who you were before. И есть solution, он говорит, repent, покайся этой церкви. В другой церкви он пишет, Сардийская, это третья глава, Откровение. Да, и он пишет в первом стихе. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял, слышал и храни, и покайся. Он говорит, ты носишь имя, как будто бы ты жив, но ты мертв. Есть в чем каяться, друзья, потому что население нашей страны, все христиане, имя, лейбл, знаете, как вот этикетка, приклеили вот христианин, ходишь у тебя, футболка христианин, в детском лагере, у тебя футболки, все христиане, на общении какого-то, а в школе, а в колледже, а на работе, а люди, люди с теми, которыми ты сталкиваешься, не только имя, ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв. Друзья, это есть выход, слава Богу, и из этой проблемы, он говорит, покайся. Почему мы часто думаем, знаете, христианство, особенно сейчас, вот в эти дни, наблюдая, слушая некоторые американские проповедников, следя за жизнью в этой стране духовной, христианство превращается в либерализм. Все можно, все допустимо, лишь бы церковь была, лишь бы были пожертвования. Женщина, она имеет право знать, хочу я иметь ребенка или нет, это же ее тело, знаешь, любви не говорит, что делать, однополые браки, ну а кто ты такой, чтобы рассуждать, что такое любовь? Это любовь. В церковь хорошо, жизнь до брака, ну даже не касаются многие это, не говорят. Все такое либеральное, когда христиане, это искреннее христианство, это, можно сказать, это радикально. Здесь нету такого левого или правого. Ты или ты тут, или там. Чтобы не было вот этого пустоцвета, друзья, когда у нас вид, этикетка христиане, а нету жизни, нету плода. Я в этом году обзавелся огородом, посадил кабачки, думал, все, классно, сейчас вырастут, будем жарить все. И к моему ужасу, они выросли, такие огромные кусты, вот такие большие цветы, а кабачков там не было. Просто пустоцвет, пустышки. Почему? Я подумал, думаю, ну так у нас бывает. Вроде бы ты вырос, и красивый, и цветешь, и все, но нету плода, ты носишь имя, как будто бы ты жив, но ты мертв. Он говорит, покайся в этом. Да? И пишет, дальше он пишет, Лаодикийской церкви, это с 16 стиха, смотрите, это другой церкви, а, с 15, извините, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ничь, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Опять есть решение. Почему Христос проповедовал покаяние? Почему Господь всегда говорит «покайся»? Почему покаяться? Он говорит, как можно быть и не теплый, и не горячий? Вроде бы ты здесь, и ты и там. Хочется и церковной жизни быть, потому что сейчас вроде бы модно, если тебе как хорошая семья смотришь, особенно если русские, смотришь передачи. Все православные, сейчас православие восстало, политики православные. На Украине дальше пошли, там вообще все христиане, много баптистов там, и все. Он говорит, одна нога тут, одна там, надо делать какие-то выборы, decisions. А как в жизни нашей? Друзья, в это лето посещала у меня сестра двоюродная. Знаете, это человек, который имеет зависимость, который открыто говорит об этом. Я имею зависимость. Да, я выпиваю. Я это не скрываю. Она говорит, знаешь, что намного хуже? Она говорит, намного хуже то, это те девчонки, с которыми ты в субботу ночью в баре пьешь. Да, она сказала так. А в воскресенье утром они со слезами на глазах берут кусочек хлеба и глоток вина и принимают участие в вечере. Не холоден и не горячь. И есть ответы к этому. Господь говорит, покайся в этих делах. Друзья, хотелось бы, чтобы вы вспомнили день своего покаяния. Вспомнили, как вы пришли к Господу? Какие наполняли вас чувства? Что вы Богу обещали? What is repentance? Why is it so important? And why everybody preached about it? Перед тем, как мы разойдемся с вами сегодня, у нас начнется новая неделя. Последняя неделя августа. У детей начнется школа. Хотелось бы, чтобы мы приготовили вот и наши сердца, потому что воскресенье у нас будет вечеря, да? У нас воскресенье после конференции, вот это все будет вечеря. Когда мы предстанем перед Богом, и это заповедь, которую Христос оставил. Это то, что важно было Христу, когда Он собрался с учениками своими, и Он сказал, это творите в мое воспоминание. It was very important, so you don't forget how much of the price Christ paid on the cross for your and my sin. Столько много есть вещей, которые в жизни, они как занозы, в чем есть нам каяться. Вспомните, осознайте свою жизнь. Нужно ли мне покаяться перед Богом, чтобы я иметь дальше плодородную духовную жизнь? Хотелось бы сказать те, которые имеют духовный рост, которые видят плоды в своей жизни, которые, написано, святой да освящается еще. Мы растем, мы стремимся быть ближе к Богу. Такое, как задание небольшое. Друзья, у каждого из вас, у вас есть или друг, или подружка, или родственник какой-то, который не с Богом, который ушел когда-то из церкви, не будьте равнодушными к ним. They need repentance. Им нужно покаяние. Напишите кому-то смс-ку. Позвоните кому-то, скажи, я люблю тебя, я скучаю, я тебя не видел давно. Приходи в церковь. Бог поменяет твою жизнь. Напишите кому-то, не будьте равнодушны, чтобы вот эта суета, вот это в чем он говорит, у нас все есть, ты богатый. Мы в 5% населения всего мира, если у нас есть что кушать, где спать и в чем одеться. Guys, we're in top 5%. Мы богаты. Потратьте время свое, напишите. Чтобы не было у нас такого чувства, но потерялась овца одна, ну и что, еще 99 есть. Мы когда читаем, Слово Божие написано, оставляет 99 и идет, ищет одну. Те, которые духовно возрастают, мы идем и стремимся к этому, не будем равнодушны к тем, те, кто упали. И те, которые не имеют сегодня мира с Господом, и есть в чем каяться, или это зависимость, или это гнев, или ссоры, или это раздражение, зависть, непослушание, скверные слова. Друзья, начинается учебный год, колледж, опять все это вместе, вот эта куча вот этой грязи. Когда в этом лагере я общался с молодыми ребятами, они говорят, как тяжело в школу ходить. Как тяжело ходить просто в хайскул, потому что тяжело хранить себя в чистоте. Это время такое, в которое мы живем. Друзья, если есть в чем каяться, не отлаживайте на завтра. Если Господь побуждает, если есть в чем покаяться, сделай это сегодня, потому что ты можешь не доехать до дома, или можешь не доехать до церкви, как это было когда-то. Мы знаем случаи. Всякое может случиться. Исповедуйте грехи ваши, и Он, будучи уверен и праведен, простит вам грехи ваши, и очистит нас от всякой неправды. Друзья, с того времени Иисус начал проповедовать. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Благословит вас Господь. И благодарность Ему за это служение. Будем помнить, кто мы, и проверять себя постоянно, чтобы не было этого в нашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok